Что ж, двенадцатый параграф, пожалуйста. Какой только нужды лишения, ненастия, хвори, невызгод, изоляции не способны мы вынести. Сущности, со всем этим удается справиться, если ты рожден для подземного и ратного существования. Снова и снова выходишь на свет, снова переживаешь золотой час победы, и тогда стоишь там, первозданный, несогрушимый, напряженный, изготовившийся к новому, более трудному, более далекому, точно луг, который лишь туже натягивается всяческой нуждой. Но время от времени дайте же мне, если допустить, что существуют небесные воздаятельницы по ту сторону добра и зла. Взглянуть, хоть раз взглянуть на что-нибудь совершенное, до конца удавшееся, счастливое, могущественное, торжествующее, чем бы еще было чего страшиться. На такого человека, который оправдывает человека, на все дополняющие и искупительные счастливые случаи человека, ради которые мы были бы вправе сохранять веру в человека. Да, мы как-то сбились с этой мысли, к которой должны сейчас вернуться. Когда мы наблюдаем этих людей, неудавшихся, слабых, искалеченных, искалеченных, первый инстинкт, который нас подавляет, это, конечно же, который нас омывает, это, конечно же, избавиться от них. Они не нужны, они здесь лишние. Ну, как вы понимаете, христиане и буддисты и сами это понимают, что они здесь лишние, им здесь не место. Но если мы не просто взглянем на существующих людей, а взглянем на предыдущих людей, то мы найдем там людей еще более искалеченных и еще более слабых. Но от них мы уже не можем избавиться. Призрение к человеку, поглощающее всякого разумного мыслителя, требует этого геноцида и в то же время показывает, что этот геноцид совершить невозможно. Тогда вместо избавления от человека мы должны найти, вот от этих неудавшихся, неполучившихся, мы должны найти оправдание их существования. И оправдание их существования может быть только одно. Но тот факт, что все они были частью огромного пути к полноценному человеку, к цельному человеку, к тому, что Ницше называет в золотустой сверхчеловеком, а в позднейших своих произведениях комплементарным человеком. Все эти неудачники и дегенераты становятся выносимыми только в том случае, если их существование становится оправданным, только в том случае, если они являются частью пути к комплементарному человеку. И тогда жизнь становится выносимой вообще. Тогда человечество становится выносимым вообще. Помните, люди – это грязный поток. Только море может принять в себя грязный поток и остаться чистым. Сверхчеловек и есть это море. Из этого рождается известная нитчанская формула «да всему, что было и есть». И в этом смысле Ницше – убер-консерватор. Помните, консерваторы в смысле любители старого доброго. Они, конечно, любят старое доброе, но не все. Если вы там возьмете современного палеоконсерватора американского и спросите, что он там любит в 50-х в Америке, которую, естественно, стремится. Ну, он, конечно, расскажет, что он любит там пирог, Форда любит, любит субурбию, которая только-только появилась, любит экономический бум, последовавший за окончанием Второй мировой, любит гибель Сталина. Но он никогда не скажет вам, что он любит сегрегацию. Никогда не скажет вам, что любит законы Джима Кроу. Никогда не скажет вам, что любит венчевание. И, господи, куклук склад. То есть, в своем стремлении назад, в счастливые 50-е и в ревущие 20-е. Современный консерватор говорит чему-то из прошлого нет. Ницше не говорит ничему из прошлого нет. Если человечество придет к сверхчеловеку, все сейчас в кавычках, естественно, то все, что привело нас к сверхчеловеку, и это часть вечного возвращения, все было необходимым. А значит, ничто из того, что привело нас к сверхчеловеку, не может быть отрицаемо. Все, каждая деталь, каждое страдание, каждая жестокость, каждая неудача, все оправдано, все имело смысл. Но если мы идем не к сверхчеловеку, а к последнему человеку, тогда человечество невыносимо. Тогда нет возможности терпеть неудачников, слабых, забитых. Тогда есть только один путь. И ничья, конечно, не может принять этот путь. Заметьте, что в формуле «да всему, что было и есть», нет «да всему, что будет». «Да всему, что было и есть», но не «да всему, что будет». Это очень важно. Ибо дело обстоит так. Измельчание и нивелирование европейского человека таит в себе величайшую нашу опасность, ибо зрелище это утомляет. Нынче мы не видим ничего, что хотело бы вырасти. Мы предчувствуем, что все будет скатываться ниже и ниже, в разжиженное, более добродушное, более смышленное, более уютное, более посредственное, более безразличное, более китайское, более христианское. Человек без всякого сомнения делает, делается все лучше. Здесь и таится рог Европы. Вместе со страхом перед человеком мы утратили и любовь к нему, уважение к нему, надежду на него, даже волю к нему. Ведь человека отныне утомляет. Что же такое сегодня нигилизм, если не это? Мы устали от человека. Да, это очень важное замечание. Безопасный человек, безопасного человека нельзя любить, потому что его нельзя ненавидеть. А ненавидеть его нельзя, потому что, как вы помните, безопасный человек – это раб, а благородный не может ненавидеть раба. Благородный может ненавидеть только равного себе. Нельзя любить, нельзя уважать по той же самой причине. Он абсолютно неравен. И на него нельзя надеяться, и его нельзя жевать. Смотрите. Нича рисует нам проблему. Рисуя генеалогию, историю, оценки и переоценки, Нича рисует нам проблему, ставит перед нами проблему. Проблема заключается в следующем. Когда-то мы имели на руках удавшихся и неудавшихся. Удавшиеся были всего лишь животными людьми. Чистыми листами, веселыми, забавными, позитивными, но бессмысленными. Эти животные были хороши. Да, это очень важно понимать. Эти животные были хороши, в частности, потому что они были опасны. Они представляли какой-то интерес. Безопасные не представляют интереса. Из этих животных выделились особые твари. Болезненные твари. Сами себя ослабляющие твари. Но эти твари оказались суперинтересными, потому что они оказались суперопасными. Если белокурая бестия была опасна тем фактом, что она могла ударить кого-то дубиной по башке, то эти новые твари придумали целое новое измерение для своей войны, для того, чтобы быть опасными. Это измерение называется дух или духовность. Духовное измерение. Так углубляется человек, так появляется человек. Жрецы, священники крайне опасны. Они невероятно опасны. Невероятно жесты. Они в этом смысле все еще братья своих белокурых товарищей. Они такие же, как эти самые господа. Только на новой почве. Но священники, побеждая, делая переоценку, позволяя рабам совершить переоценку, вперед выставляют не себя, а рабов. Но рабы всегда были безопасны. Рабы всегда были безинтересны. Рабы никогда ничего из себя не представляли. Совершая переоценку, священники выставляют вперед рабов и создают мир рабов. Мир без господ. Мир безопасности. И таким образом, этот мир во всех своих проявлениях. Для Ницше, например, религия христианская напрямую связана с демократией. Победа дегенеративного раба – это победа демократа, вне всяких сомнений. А также античная демократия. Вы должны понимать, да. Для двух процентов. То есть, вы должны понимать, что между собой, конечно же, равные, равенство для равных, да? Между собой свободные и равные, вы помните этот античный термин, конечно же, свободные и равные. Просто демократия, я думаю, условно, в той середине 20 века точно так же не была для всех. Нет, смотрите, она приняла вектор. То есть, если бы вы пришли в Грецию и сказали бы, ну, может, мы эту женщину включим когда-нибудь? Ну, там, через 100-150 лет. На вас бы посмотрелись, недоверно. В первую очередь, по алистофановской традиции, с вас бы сначала попытались снять борту. Потому что, очевидно, что с вами что-то не так, да? Но современная демократия с момента своего возрождения двигается именно туда. Ко все большему, большему и большему расширению, включению всех инклюзий. То есть, демократия, демократия и рост. Это очень важно понимать. То самое безопасное существо, которое культирируется моралью рабов, то самое демократическое животное или либеральное животное, оказывается абсолютно безопасным и, в этом смысле, абсолютно импотентным, безинтересным. То есть, процесс суперклассный до какого-то момента. Потому что это процесс углубления человека, очеловечивания человека. Но этот процесс, как продолжающийся бесконтрольно, ведет к отуплению человека. Идеальный демократ, я напоминаю вам, не задается вопросами, зачем нужна демократия. Идеальный либерал не подвергает либеральную доктрину сомнению. Но это значит, что он не думает о ней. Идеальный демократ – это американская домохозяйка IQ, которой 50. Больше не надо. И в этом смысле она не представляет никакого интереса. Она не есть полноценный человек. Не есть опасный человек. Не есть интересный человек. И потому Ницше ставит проблему морали перед нами. То есть мораль, как разворачивающийся процесс самокультивации, с одной стороны, в своем начале делает человека человеком, углубляя его, делает его интересным, добавляет новое измерение опасности, делает человека человеком. А с другой стороны, продолжаясь в истории бесконтрольно, отупляет его, оглубляет его, делает из него безопасную зверюшку, делает из него домашнее животное, корову. И для Ницше, конечно же, такая ситуация невыносима. Обмельчание человека, которое ведет только к дальнейшему обмельчанию человека. Это угроз. Но вернемся назад. Видите, Ницше всегда говорит, когда он отступился. В параграфе 12 он отступился от темы. Его тема заключается в восстании сейчас, в восстании рабов. А именно в аппаратусе восстания рабов. Потому что сама по себе идея типа, ну давайте мы себя будем хорошими, добрыми называть, а всех, кто не мы, будем злыми называть. Она никуда не ведет, она ничего не дает. Для того, чтобы она заработала, нужен целый метафизический механизм. Или, если хотите, духовный механизм, который бы объяснял эту оценку. И вот теперь мы переходим к описанию этого механизма. Гигантское колесо механизма номер один называется свободная воля. Проблема другого источника добра, Проблема добра, каким его измыслил себе человек рассентимента, требует подведения итогов. Что ягнята недолюбливают крупных хищных птиц. Это не кажется странным. Но отсюда вовсе не следует, будто надо ставить в укрюк крупным хищным птицам, что не хватает маленьких ягнят. И если ягнята говорят между собой, эти хищные птицы злы, и тот, кто меньше всего является хищной птицей, кто скорее их противоположность, ягненок, не должен ли он быть добрым? То на такое воздвижение идеала нечего и возразить, разве что сами хищные птицы взглянут на это с легкой насмешкой, и, быть может, скажут себе, мы вовсе не злы на них, этих добрых ягнят мы даже любим. Что может быть вкуснее нежного ягненка? Если бы просто рабы придумали для себя мораль, которая бы позволила им жить, мы увидим эту проблему позднее, она выражается словами «Лучше верить в ничто, чем ни во что не верить», то какое было бы до этого дело, господа? Ну, рабы там себе что-то придумали, какой-нибудь миф, который позволяет им быть как рабам, нормально ощущать себя как рабам. Ну и отлично, нам-то какое до этого дело? «Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не была желанием возобладания, желанием усмирения, желанием господства, жаждуя врагов, сопротивлений и триумфов, столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила». Да, мы вернемся, должны вернуться назад на минутку. То есть, Ницше говорит в том, чтобы оценивать один и тот же факт, наличие господа рабов, разными способами, с разных перспектив, нет никаких проблем. Это не табу. Напротив, вы знаете, что понятие ницшанского перспективизма, это понятие, которое сейчас ведет нас в 22 век уже скоро наступающий. То есть, у нас есть один факт. Этот факт для нас недоступен. Он нам ничего не дает. То есть, если я толкаю эту свою кружку, и она падает на пол, это не событие. Только интерпретация придает некоему факту какой-то смысл. Например, значит, кружка падает, и я тут же встаю и начинаю рыдать по поводу того, что с этой кружкой я проходил 10 лет, и вот она наконец-то умерла. Разбилась или, например, погнулась в нашем конкретном случае. Или там вот сидит кто-нибудь передо мной и наоборот начинает ликовать. Или даже плакать. Потому что в перерыв он наконец-то долил туда яблок, чтобы наконец-то избавиться от меня раз и навсегда. Но случай остановил вот этот его гигантский план, и вся жизнь пошла теперь на перекосинку. Я не знаю, сегодня перездача, может быть, кто-то из тех, кто собирался перезадавать. Должен был перезадавать. То есть факт сам по себе ничто. Сам по себе факт пустота. Только оценка придает вещам смысл. Помните, в человеке есть оценивающие мечты. Это все, если меня не снять память. Только оценка придает вещам смысл. И Ницше как раз не говорит, что оценка должна быть одна. Мы увидим позднее, что Ницше как раз борется против монооценки. То есть давайте мы вот так вот, вот такой угол зрения возьмем. Там мой угол зрения, задание по поводу разбившейся чашки. И этот угол зрения и есть единственно правильный. А все остальные должны исчезнуть, быть разбиты и раздавлены. Есть только одна истина и только одна ложь. Ницше говорит, нет, нет. Это невозможно. Есть бесконечное количество перспектив, оценок одного и того же факта. И часто эти оценки не то, что изменяются, отличаются друг от друга во времени, но и отличаются друг от друга просто. То есть в один и тот же момент, на один и тот же факт может быть несколько оценок. И чем больше оценок, говорит Ницше, чем больше перспектив, тем лучше. А еще лучше, если эти перспективы все находятся в одном человеке. Так доказывается богатство. Квантум силы является таким же квантумом побуждения, воли, действования. Более того, он и есть не что иное, как само это побуждение. Желание и действование и лишь под влиянием соблазна, заложенного в языке. И в нем же окаменевших коренных заблуждений разума, который понимает и недопонимает всякое действование, как нечто обусловленное действующим субъектом. Может это представляться иначе. Совершенно так же, как народ отделяет молнию от ее сверкания и принимает последнее за акцию, за действие некоего субъекта, именуемого молнией. Так же и народная мораль отделяет силу от проявлений силы, как если бы за сильным наличествовал некий индифферентный субстрат, который был бы волен проявить либо не проявлять силы. Да, смотрите. Для того, чтобы сделать господ злыми, нужно провести революцию. И эта революция должна в частности заключаться в следующем. Давайте так. Даже самый ярый христианин никогда не назовет льва злым. Даже если этот лев ест этого христианина на песке Колизея, лев не может быть злым. Как же тогда человек может быть злым? Ницше говорит, язык подвел нас. Смотрите, мы говорим, снег идет. Мы говорим, молния сверкает. Таким образом, мы отделяем субъект от предиката, от действия. То есть, подлежащее от сказуемого. Когда мы отделяем подлежащего от сказуемого, от сказуемого, мы предполагаем, что подлежащее есть отдельный субъект, а сказуемое есть некое проявление этого самого субъекта. И, следовательно, мы начинаем думать, что снег-то может не идти, а молния не бить. То есть, лев может есть, а может не есть. И таким образом, господин может убивать, а может не убивать. То есть, может насиловать, а может не насиловать. Но что это значит? Это значит, что раз он может не насиловать, но при этом насилует, это значит, что он хочет или выбирает насилие. Так появляется представление о свободной боли. Он добровольно выбирает насилие. Ницше говорит, это ошибка языка. Невозможно отделить субъект от его действия. Мы возвращаемся обратно к грекам. Ахилл это машина для убийства. Этас Ахилла заключается в том, чтобы убивать. Если бы он не убивал, он бы не был Ахиллом. Помните, в самом начале мальчишка подходит к Ахиллу. Говорит, что мне надо сделать, чтобы быть таким, как ты? Ахилл говорит, вот там сейчас мужик выходит со мной драться. Ты боишься его? Говорит, да, я его видел, я боюсь. Ахилл говорит, вот поэтому ты не Ахилл. То есть не ты выбрал или не выбрал, а ты такой и точка. Я лев. Я ем антилоп. Я Ахилл. Я убиваю людей. Я Гектор. Я убиваю людей. Я Одиссей. Я обманываю всех. В этом и состоит моя самость. Я величайший в мире лжев. Как же вы можете требовать от меня, чтобы я не лгал? Вернитесь обратно к предыдущему предложению. Требовать от силы. Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не была желанием возобладания, желанием усмирения, желанием господства, жаждуя врагов, сопротивлений и триумфов. Столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила. Я сила. Я заключаюсь в том, чтобы насиловать. В этом мое проявление невозможно никак иначе быть силой. Но новый аппаратус так не думает. Возвращаемся. Но такого субстрата нет. Не существует никакого бытия, скрытого за поступком, деянием, становлением. То есть действие неотделимо от действующего. Деятель просто присочинен к деянию. Деяние есть все. И это очень важно. Не то, что нет никакого субъекта, нет никакого действующего. То есть, когда в вас, давайте мы вернемся немножко к нитшанской психологии, когда в вас побеждает аффект Х, этот аффект заставляет вас, ну берет вас под контроль и заставляет, в кавычках, конечно, вас делать что-то. Вы ничего не сделали, потому что вас не существует. Вы – это набор. Во-первых, телесности. То есть, например, когда вы чувствуете себя хорошо, когда ваше тело чувствует себя хорошо. Но базовая штука, если вы не поели, если вы голодны, вы злы. Разве можно вас в этом винить? Второй игрок – это ваши аффекты. Вы не отвечаете за свои аффекты, вы не контролируете свои аффекты. Это ваши аффекты контролируют вас. Вот вы родились гневливым и вас побеждает аффект гнева. Разве можно требовать от вас, чтобы вы не гневались? Вернее, разве можно требовать от него, чтобы он не гневался? Невозможно. В этом клубке аффектов есть еще такая штука, как самость. Если хотите, это фрейдистское оно, если мне не изменяет память, которое тоже играет какую-то роль. А прежде всего этого, ваше хлипкое, как говорит Ницше, новая штука – сознание. И вот смотрите, что происходит. Вот вы не поели, и ваше тело чувствует себя нехорошо. Оно чувствует себя нехорошо, и под этим чувством побеждает аффект гнева. Аффект гнева берет вас в руки и заставляет вас, как марионетку, кого-то обидеть в гневе, разгневаться. Ваше сознание что делает в этот момент? Оно объясняет вам, почему вы должны разгневаться. То есть вы сидите, значит, голодный и уже злой, да? И уже с победившим аффектом гнева. И вдруг кто-то начинает шептать рёдышком, или там по телефону говорить, или звонок раздаётся, или кто-то там ногти начинает грызть, и вы взрываетесь просто. И когда вы взрываетесь, ваше сознание говорит вам, да я взорвался не потому, что я хотел взорваться, я взорвался потому, что вот была причина, абсолютно объективная причина. Ниша говорит, нет, нет ничего здесь цельного, нет никакого я, которое стоит за этим действием. Там гигантский сложнейший механизм, который вообще непонятно, как работает. А раз нет никакого я, то нет и никакой, как вы понимаете, ответственности. Лев не злой, потому что лев не может себя контролировать, но ни один человек не может себя контролировать. Да. Просто есть, ну, мне кажется, что культура современная, она есть как раз построена на местномерном самом контроле. Разве нет? И как раз ведь... Смотрите... Это вполне интересно, я начинаю взорваться из-за того, что я сзади грызу ногти, будет виновата не я, а он. Конечно, так именно это и есть аппаратус восстания рабов. Это и есть аппаратус восстания. Он ни в чём не виноват. Но вы присочини, чтобы обвинить его, чтобы сделать господина злым, надо сказать, что он добровольно выбрал зло. Но чтобы добровольно выбрать зло, нужно иметь волю, нужно иметь свободу воли, а для этого нужно иметь я. Или получается, что у господ есть... Нет! Мы же начинали с этого! Господин это животное! У льва нет я! Тогда откуда оно у человека? Почему лев не может быть злым, а человек может быть злым? Не почему. Рабы придумали это, чтобы отомстить господам. Это выдумка. Вам тяжело, хорошо, давайте проще. Сократ выдумывает душу, чтобы можно было соблазнять красивых мальчиков. Души ведь не существует. Я думаю, вы согласитесь со мной. Это же выдумка. Но вот точно так же и сознание, в смысле самосознание, в смысле свободная воля, это выдумка. Да. А разве для Ницше это не проблема? Что именно? Ну, в том плане, что как возможно... Ну, он говорит, что человек чистый лист, но ведь это уже не так по определению, если мы рассматриваем... Нет, человек не чистый лист. Это очень плохо. Человек пластичен. Ну, пластичен. Но у него есть набор базовых, базовых, да. Вот и как из такого человека слепить сверхчеловек? Для того, чтобы увидеть, как слепить, мы должны увидеть, как слепилась его противоположность. А, то есть, после углубления структура человека изменилась или что? Так как человек пластичен, человек сам себя начал углублять. То есть, он был зверем, а потом сам... Конечно, этот процесс углубления теперь ведет к ослаблению. Это все произошло человеческими силами. Тут бога-то нет, да, природы нет. Да. Следовательно, говорит Ницше, и в этом позитивность посыла. Мы, значит, можем его такими же человеческими силами сформировать дальше. Когда мы поймем, что углубило человека, а что ослабило его, мы автоматически поймем, что его усилит. А когда мы поймем, как мы углубили и как мы его ослабили, мы автоматически поймем, как его усилить. В этом и есть генеология. Да. Мне не очень понятно. Вот мы с одной стороны говорим про то, что нету просто я, нету понятия личности, нету вообще никакого целостного человека, есть, грубо говоря, мешок с аффектами физиологическими, психофизическими, вот со всем этой истории. В конечном счете никакой свободы нет у человека, но при этом мы потом, как только вы заканчиваете эту мысль, вы начинаете говорить «я», «мы», «человек» и так далее. Нет, я такой же заложник языка. То есть, смотрите, переведем просто на... Ну вот, попробуем как-то вот эту мысль про то, что человек должен себя куда-то втолкать в какое-то усовершенствование. Попробуем перевести это на терминологию «мешок с аффектами». Просто заменим все слова «я», все слова «человек», заменим, и получится какая-то потрясающая несуразица. Ну, почему? В нас, в некоем ведущем создателе культуры побеждает некий психологический аффект, сопровождающийся неким телесным состоянием. Этот некий психологический аффект вдруг начинает... В чем ценность того, что он начинает воспроизводить в таком случае? Самого себя? Ну, психологический аффект, да, человека изобретет какую-то новую... Какая ключевая история? Изобретение новых ценностей, да? Совершенно. Не ключевая история. Сверхчеловек, да? Он способен будет пластично изобретать ценности по собственным же ценностям жить, переизобретать их. Это как бы единственное, что его отучает от скотина, от человека. Ну да, допустим. В чем ценность этих ценностей, которые он будет изобретать, если это какой-то аффект в нем возобладал и изобрел их? Даже опуская тот момент, что вообще непонятно, каким образом человек переборит себя в то время, как... То есть, Ницше постоянно говорит, что мы должны себя перебороть, да, чтобы не скатиться к последнему человеку. То есть, мы должны как бы внутри себя направить аффекты на борьбу с другими аффектами. Аффекты, они самостоятельными целями внутри вот этого вот мешка? Позвольте с вами не согласиться. Да, конечно, психология Ницше незаконченная, поэтому непонятная. Ницше намеренно это делает, как вы понимаете. Тут есть несколько моментов. Значит, момент номер один. Человек – это не просто аффекты, как вы поняли, но еще и тело, еще и оно, еще и я, сознание. Сознание – только самое слабое, самое свежее штука. Сознание – это поверхностная история. Да. Оно не свободно. То есть, оно глубоко, оно питается вот глубокими вот этим предпосылками в виде физического, психофизического. Да, да, да. Но сознание не имеет никакой ценности, по сути. Оно новое. Оно недавно появившееся. И в этом смысле неразвитое и слабое. Но тот факт, что оно у нас появилось, позволяет нам на него рассчитывать в каком-то смысле. То есть, оно позволяет нам совершать то, чего не может совершить лев, который тоже телесности аффекты. Самооценку провести, самоанализ. Помните, ведь углубление человека, в частности, это самоанализ, самокопание. Мы увидим это у христиан. Чем христианин занят? Чем буддист занят? Он сидит себе под деревом и думает, что я сделал сегодня не так? Где была ошибка? Он все время разбирает себя. Вот сегодня, говорит буддист, я захотел свинины. И лев бы захотел свинины, и съел бы свинины. И отлично. Но буддист начинает думать, а почему я захотел свинины? Вот я годами себя тренировал к тому, чтобы не хотеть мяса. Как так получилось, что сегодня я его захотел? Понимаете, да, о чем идет речь? С одной стороны, да. С другой стороны, я не понимаю, почему аффекты, которые будут преобладать в сверхчеловеке, например, будут выше, чем аффекты, которые будут... Вот! А вот теперь мы должны двинуться дальше. И сказать себе, смотрите, у нас есть базовая оценка, хороший-плохой. Потом у нас есть следующая оценка, добрый-злой. Что подразумевают эти оценки? Они подразумевают сразу иерархию. Они подразумевают сразу цель. То есть, когда вы говорите, я хороший, когда господин говорит, я хороший, он автоматически подразумевает, что он и есть цель. Вы все нужны для того, чтобы я существовал. Именно поэтому у меня есть вассалы, есть зависимые крестьяне, есть рабы. То есть, сразу мы построили иерархию, сразу определили цель. Когда раб говорит, я добрый, а ты злой, уважаемый господин, мы сразу построили иерархию, и сразу определили цель. Мы движемся в рай, но ты туда никогда не попадешь. Рай заключается в бесконечном мире, в отсутствии страданий, в отсутствии боли. Тебя ждет как раз обратное. То же самое с переоценкой Ницше. Как только мы создадим новую мораль, у нас сразу появится аппарат для измерения «хорошести» и «плохости» людей. И таким образом у нас сразу появится цель. Это все как бы лингвистические конструкции, которыми мы пытаемся как бы вот эту вот философию изъяснить. Но при этом мы четко понимаем, что за ней вот лежит вот эта вот составляющая, глубоко детерминированная. Нет. Или мы здесь должны говорить про то, что понятие свободы и несвободы вообще лишено смысла. Понятие свободы и несвободы полностью лишено смысла. Потому что человек не может жить в бессмыслице. Человек скорее будет жевать ничто, чем ничего не жевать. Это отдельная тема по поводу смысла. Я вот сейчас просто за свободой пытаюсь. Смотрите, значит... Понятно, что... Если есть... И может быть человек совершенно несвободен. Я понял. Есть несколько... Да, то есть понятие свободы и несвободы воли должно быть полностью выброшено в окно. Этого противопоставления не существует. Нет несвободной воли, а значит нет и несвободной воли. То есть нет детерминированности 100%. Это все пустые понятия, которые ни о чем не говорят и которые только мешают нам жить. Мы должны вернуться к началу и понять, зачем... То есть Ницше реально так думает? Ницше уверен, что вот это представление о том, что свободы и воли и несвободы воли не существует, это истина? Ну, это нет. Абсолютно нет. Тогда почему он нам это говорит? Потому что в его собственное время победившее христианство измельчает человека. Делает человека тупым и слабым. лишает его креативности. И среди аппаратов этого измельчения представление о свободной воле. Значит, для того, чтобы избавиться от этого, для того, чтобы освободить человека от давления, которое делает его слабее и хуже, которое кастрирует его фундаментальное состояние, мы должны избавиться от идеи от свободной и несвободной воли. Критиковать ее можно любым образом. Ницше выбрал этот. Любая критика бы подошла. Потому что здесь средства не имеют большого значения. Здесь имеет большое значение цель. Чтобы воздвигнуть святилище, нужно разрушить святилище. Когда вы пришли к святилищу, вы обнаружили его уже построенным. Иными словами, если в этом святилище было то, что вам нравится, это тоже придется уничтожить. То есть, если бы Ницше не нашел в христианской Европе конца 19 века идею, превалирующую идею о свободной воле, и, соответственно, связи тогда с Адом, с Господом, с Лидией, он бы и не говорил об этом. Я понимаю, но это вот удаление вот этой дихотомии свободы и несвободы, оно, с одной стороны, как бы очень большие возможности открывает, но, с другой стороны, решает очень много. Потому что, когда... Ну, понятно, что в традиционном представлении, которое у нас за две совершенные тысячи лет сформировалось, мы оцениваем именно через вот эти вот два представления в идее человека, через свободу и несвободу. Таким образом, мы можем как-то разумно его действия обосновать. Мы можем говорить о том, что его действия ведут к чему-то хорошему, что он прилагал усилий, мы можем говорить, да, что какая-то воля заключалась в его действиях, доброе или злая, когда мы лишаем человека вот этих... Я понимаю... Любое действие лишено любой ценности. Нет, 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 не совсем так. Сейчас разберемся с этим. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о страхе перед будущим. То есть, у вас есть законченная картина мира, и она вполне комфортна. А Нильча говорит, давайте мы новую сделаем. А какая новая? И новая может быть какой угодно. Теперь мы должны вернуться, здесь нам генеалогия снова должна помочь. Нильча говорит, есть три способа оценки, существовавшие до сих пор. Доморальный, моральный и внеморальный. Доморальный способ оценки поступков, вот как раз то, что вас интересует, Нильча говорит, был таким. Мы судили по последствиям. То есть, вы попытались старушку через дорогу перевезти, но ее сбила машина. И все говорили, фу, какой вы плохой. Потом, говорит Нильча, наступает моральный период оценки. И мы оцениваем поступок не по его последствиям, не по тем усилиям, которые были приложены. А по инфляции. Да. По намерению. Я хотел... Да, да. Ну да, старушку. Ну да, третий, понятно, мы это говорили. А третий, это мы по подсознательности оцениваем. Да, да, да. Это нас возвращает к вопросу. Нет, что в нас есть, кроме мешка аффекта внутри нас. Какая роль, если мы оцениваем, третий способ, это оценка по подсознательному. Какая роль сознательного? Непонятно. Нет. Будущая роль. А какая роль была подсознательного в сознательном периоде? Никакой. Ну да, подчиненная роль. Да. Ну вот теперь будет снова подчиненная. А теперь у нас наоборот. Теперь у нас подсознательное. Да. А теперь сознательное подчиненное. А вы мне до этого сказали, что сознание необходимо еще переосмысливать. Конечно. Сознание имеет какую-то... Конечно. Сознание, вы хотели сказать, имеет какую-то роль. Да, именно в этом процессе. Но теперь мы говорим, что только подсознание решает. Сознание имеет роль в процессе переоценки роли сознания. Сознание имеет роль в процессе переоценки роли подсознания. Нет, роли сознания. Сознание имеет роль в процессе переоценки роли сознания. Как сознание может переоценивать сам себя? Очень просто. Но если это только фактор отражающий, Если сознание – это только экран, который воспроизводит то, что происходит в системе, то это не роль. Нет, конечно. Мы же говорим о том, что сознание ведь не просто отражает то, что происходит. Сознание приписывает и додумывает. Помните мой пример? Когда аффект ярости срабатывает, вы объясняете его себе рационально. То есть это додумывает на самом деле не еще один аффект? Да, это додумывает сознание. Но точно не аффект? С точки зрения, я так говорил, золотусты о бледном преступнике и по ту сторону добра и зла – нет. Это как фрейдовская всадника и его лошадь. Помните? Нет. Но фрейд играет с тем же самым сознанием и подсознанием, как всадник и его лошадь. Лошадь едет куда хочет, но всадник задним числом говорит – это я ей так приказал. То есть вы себя оправдываете, вы рационализируете свои поступки с помощью сознания. Грубо говоря, вас побеждает аффект – я хочу денег. Жадность вас побеждает. А сознание вам говорит – ну ты знаешь, мы вообще родились в капиталистическом мире 21 века. Без денег же ничего невозможно сделать. Как можно жить без денег? И более того, говорит вам сознание – у кого больше денег, тот лучше живет. Смотри на богачей, они как беззаботно живут. Так и надо жить. При этом вот этой аргументации у аффекта нет вообще. Аффект и есть аффект. Аффект и есть сила, которая себя выражает. Она не задумывается ни о чем. Она не может задумываться. Лев не думает о том, как ему съесть кролика или съесть вань. Это невозможно физически. Лев не думает о том, как схватить вань. Это невозможно физически. Но у нас есть сознание, которое задним числом может говорить – о, смотри, для того, чтобы добыть денег в современном мире, надо там украсть или там чиновникам пойти работать. Или что-то еще, что-то еще. И в этом смысле, когда Неча говорит, что роль сознания, ну, когда мы интерпретируем его слова о том, что роль сознания заключается в переоценке сознания, в переоценке роли сознания, мы ведь говорим об углублении сознания. Сознание – это только свежая штука. Но тот факт, что она только свежая, означает, что она будет только расти в ближайшей перспективе. Она не будет уменьшаться. Может быть, со временем она будет уменьшаться, но в ближайшей перспективе она только растет. А значит, ее роль будет только расти. Роль в том числе и в собственной переоценке. Хорошо. Убренно. По сути, народ удваивает деяния, вынуждая молнию сверкать. Это деяние. Это деяние – деяние. Это деяние – деяние. В смысле, молния и есть сверкание. Поэтому, когда мы говорим... Вагреста пицца рейн. Да, да, да. Дождит. По-русски, смеркалось. Что смеркалось? Если снег идет, то смеркалось, непонятно, что смеркается. Я хочу вам привести уже знакомый вам пример, знакомый по всем фильмам, которые вы видели, по всем боевикам, которые вы знаете, история о Скорпионе и лягушке. Помните такое? Нет? Начинается дождь, и Скорпион находит лягушку, чтобы переплыть в большую лужу. Да? И лягушка говорит, ну ты же Скорпион, ты меня ужалишь. Когда мы будем плыть? Скорпион говорит, я что, сумасшедший, что ли? Мы же утонем тогда. Если я тебя ужалю, ты умрешь, а я плавать не умею. Этим все и закончится. Я же не тупой. Все должно быть нормально. Она говорит, ну хорошо. Видите, сознание, да? И они плывут. И на середине этой лужи Скорпион ее жалят. Лягушка говорит, ты что, тупой? Он говорит, я Скорпион. Я ничего не могу с собой поделать. Я Скорпион. Жалить это то, что я делаю. Ничего другого я не делаю. Даже если это ведет к моей собственной гибели. Это дурацкий пример. А вот теперь хороший. Помните, Фетида обращается к Ахиллу и говорит, перед войной. И говорит, вот сейчас перед Анисей, он тебя позовет на войну. Эта война закончится твоей смертью. Ты не выживешь. Ты умрешь. Что отвечает своей матери Ахиллу. Матери богини. Ахилл говорит, я Ахилл. Других вариантов не может быть. Для меня нет никакого выбора, ехать на войну или не ехать. Даже если я знаю, что в конце меня ждет смерть. И в этом смысле Ахилл ни в чем не виноват. Потому что у Ахилла нет никакого выбора. Точно так же нет никакого выбора у Одиссея. Точно так же нет никакого выбора у нас с вами. Выбор это присочинение. Нужно и для того, чтобы объяснить, почему, господа, злые. Одно и то же событие он полагает один раз как причину, а затем еще раз как ее действие. Естественно, испытатели поступают не лучше, когда они говорят «сива двигает», «сива причиняет» и тому подобное. Вся наша наука, несмотря на ее сдержанность, ее свободу от аффекта, находится еще под чарами языкового соблазна и не избавилась от подброшенных ей ублюдков-субъектов. Таким подкидышем является, к примеру, атом, равным образом кантовская вещь в себе. Чему что-то удивляться, если вытесненные, скрыто тлеющие аффекты мести и ненависти используют для себя эту веру и не поддерживают сущности ни одной веры с большим рвением. Чем веру в то, что сильный волен быть слабым, а хищные птицы – ягненком. Ведь тем самым они обретают право вменять в вину хищной птицы то, что она – хищная птица. Да. То есть зло появляется, и в этом смысле Кант упоминается не зря. Зло и свобода у Канта – это большие темы. Зло появляется тогда, когда появляется свобода делать или не делать зло. То есть Ахилл на самом деле может не убивать людей, не насиловать их. А значит, когда он их насилует, он делает сознательный выбор. То же самое происходит и с рабами. Тот факт, что раб оказался рабом – это просто факт. Ему не повезло. Он упал, его одолели, он родился больным и так далее, и так далее, и так далее. Это просто факт. Из-за этого, из-за того, что это просто факт, раб не может быть добрым. Поэтому раб присочиняет свободную волю и самому себе. Я не упал, говорит раб. Я выбрал нагнуться. То есть я выбрал не причинять страдания. Господин выбрал причинять страдания, поэтому он злой. Я выбрал не причинять страдания, поэтому я добрый. Никакого выбора никем сделано не было. Ему просто стукнули по башке, и он упал, потому что не уродился. Но такая оценка, создание этого аппарата свободной воли, позволяет оценивать себя как доброго, а господина как злого. Когда угнетенные, растоптанные, подвергшиеся насилию, вещевают себя из мстительной хитрости и бессилия, будем иными, чем злые, а именно добрыми. А добр всякий, кто не совершает насилия, и кого, и кто никого не оскорбляет. Кто не нападает, кто не воздает злом на зло, кто перепоручает месть Богу, кто подобно нам держится в тени, кто уклоняется от всего злого и вообще немного требует от жизни, подобно нам терпеливым, смиренным, правильным. То для холодного и непредубежденного слуха это звучит, по сути, не иначе, как «мы слабы попросту слабы». Хорошо, если мы не делаем ничего такого, для чего мы недостаточно сильны, но это голая констанция, это смышленность самого низшего ранга, присущая даже насекомым, которые в случае большой опасности прикидываются дохвами, чтобы избежать слишком многих действий, вырядились благодаря указанной фабрикации фальшивых монет и самоодурачиванию бессилия в роскошь самоотверженной, тихой, выжидающей добродетели, точно слабость самого слабого, то есть сама его сущность, его деятельность, вся его единственная, неизбежная, неотъемлемая действительность представляла бы собою некую добровольную повинность, нечто позволенное, припочтенное деяние заслугу. Да, мы возвращаемся к вопросу о том, как получается моральное негодование, как получается моральная оценка. Когда хороший идет к плохим, он идет просто по лесу и срывает листочки, цветочки, ломает веточки, просто прогуляться пошел. В его отношениях с неудавшимися, в его отношениях с плохими нет никакой моральной оценки, нет никакого осуждения, нет никакого морального превосходства, нет никакого злорадства. Он не доволен тем, что он кого-то там унизил. Он собой доволен, у него получилось. Это другой вопрос. Моральная оценка и злорадство появляется именно тогда, когда появляется идея свободной воли. Когда мы знаем, что наш враг худший, злой сделал сознательный выбор один, а мы сделали другой, тогда у нас появляется моральное торжество. Тогда мы чувствуем собственное превосходство. Какое превосходство? Духовное превосходство. Иными словами, есть факт. Двое вошли в ринг, один упал, второй нет. А есть оценка факта, которая звучит следующим образом. Один из двоих вошедших в ринг, только что перед входом в ринг, прочитав, прочитав томик Толстого и поцеловав томик Ганди, принял ненасилие. Поэтому не он упал, а он не сопротивлялся. И при этом, пока он не сопротивлялся, он говорил тому, кто его бьет, что надо принять ненасилие. А тот не принял. В результате чего он, поверженный на ринге, лежит и смеется, потому что он только что морально превзошел своего врага. Он не опустился до насилия для того, чтобы доказать свое превосходство. Напротив, его превосходство как раз-таки доказывается тем, что он ни к какому насилию не прибегнул. Ничи рядом стоит, у него волосы дыбом. Ничи говорит, тебя побили, потому что ты просто слабый. Но слабый валяющийся говорит, нет, меня побили, потому что я выбрал моральное превосходство и дал себя побить. А тот, кто меня побил, выбрал моральную деградацию и побил меня. Вот так мы видим разницу между двумя оценками и видим первый большой аппаратус. Этот сорт людей из инстинкта самосохранения, самоутверждения нуждается в вере индифферентного, вольного в своем выборе субъекта, в котором по обыкновению освещается всякая ложь. И это очень важно. Это присочинение это ложь. Но без этой лжи тот, кто упал на рынке не мог бы выжить. То есть, представьте себе этого раба, который был бы с собой по отношению к себе честен. Что бы он должен был себе сказать после падения? Я с вами палка. Я уже никогда не встану. Все, что меня ждет, это только удары от победителей. Победители в школе обходят вас по оценкам. Победители на работе получают большую зарплату, чем вы. Победители по жизни находят более красивых партнеров. У них все получается, у вас только неудача, 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 неудача. Вы теряете даже то, что у вас есть, то, что вы от родителей наследовали. Вы скатываетесь вниз, становитесь наркоманом. Худшее сценарие себе придумаете. Как так можно жить? Ответ никак. Когда раб принимает простой голый факт, факт того, что существует иерархия, и он в этой иерархии не наверху. У него нет другого выбора, кроме как немедленно покончить с собой. Чтобы этого не сделать, раб придумывает революцию. Теперь он фактически все еще внизу, его все еще все бьют, все халкают в него, он оплеван и все вытирают об него ноги. Но как он видит себя? Что он духовный себя превосходил. победителем и таким образом продолжает жить. Нет, 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 мы не должны двигаться туда. Господа, которые опустились, господа, которые деградировали, как они называются? Ну, нет. А, держи. Нет. Ну, вы что? господа, которые начали сами себя истязать. Как они называются? Конечно! Так это же их революция. Еще раз, рабы не способны созидать, они не способны никакой революции. Их революция, это революция сверху придуманная жрецами. Вот и все. То есть, на ваш вопрос, как быть сопустившимся господином, да вот как. Второй сын неудачник, то есть, неудачник в буквальном смысле, потому что он родился вторым, не получает наследства, что с ним происходит? Ну, он в церковной служении. Нет, его отправляют служить в церковь, его отправляют в монастырь. Вот вам, что Нича имеет в виду, прямо прямой исторический пример. Хорошо. Субъект, или говоря популярнее, душа, должно быть оттого и был доселе лучшим догматом веры на земле, что он давал большинству смертных, слабым и угнетенным всякого рода возможность утонченного самообмана истолковывать самому себе слабость как свободу, а превратности ее существования как заслужить. И это тоже важный тезис философии Нича, о котором мы говорили в самом начале. Истина смертоносна. Истина несет с собой только смерть. Для того, чтобы жить, нам нужна ложь. И вот вам простой пример. Для того, чтобы раб мог жить, он должен существовать в самообмане. Это очень тонкий самообман, очень красивый, глубокий самообман. Сразу видно, что это не он придумал, ложицы. Но это, тем не менее, самообман. Ложь это единственный способ жить. Никаких других способов жить не существует. Мы должны запомнить это и запомнить так же, что христианская религия, следовательно, основана на лжи. Помните, к чему все придет? Когда христианская религия, и здесь мы должны коротко суммировать эту штуку, чтобы потом было понятнее все. Когда христианская религия вводит ту самую интроспекцию, о которой мы говорили, то есть, помните, буддист сидит и думает, почему сегодня? И так далее. Или христианин сидит и думает, что-то я сегодня выживал жену ближнего своего. Как это так получилось? Так вот, когда христианская религия вводит интроспекцию, основываясь на свободе воли, то есть, ты греховен, почему? Потому что ты выбрал грех. То есть, ты не родился греховным, хотя это тоже немножко есть, но все-таки ты у тебя есть перспектива спасения. То есть, ты сам виноват в том факте, что ты не будешь спасен. Так вот, христианин требует от себя интроспекции. Почему? Потому что греховность является его собственной ответственностью. Почему? Потому что есть такое понятие, как свобода воли. Свобода воли это ложь. Главное, к чему ведет требование интроспекции, это требование правдивости. Когда христианин задает себе вопрос, почему он сегодня почувствовал похоть или там чревоугодие, он не может обманывать себя. Понимаете, почему, да? Потому что если он будет обманывать себя, это никуда не приведет его. То есть, он должен быть честным с самим собой. Так возникает рассмотренный в третьем рассмотрении аскетический идеал. Аскетический идеал в первую очередь предполагает, что истина сына сама по себе. Истина – это самоценность, высшая ценность. А теперь возвращаемся обратно. Смотрите, какая получается ситуация. И это иллюстрация тезиса «Все хорошие вещи заканчивают самоупразднением». Откуда возникает требование истины? Откуда возникает предположение о том, что истина есть высшая ценность и самоценность? И суши. И в этом смысле, когда требование истины и ценности истины достигает своего пика, она должна проинспектировать собственную историю. И когда она инспектирует, то есть наконец-то становится честной, правдивой по отношению к собственной истории, она понимает, что она основана на уши. И таким образом самоупраздняется. Ницше живет в Европе конца 19 века. Есть ли большая сила в науке, культуре и цивилизации в широком смысле, чем требование истины, поиска и нахождения истины? И с ним покончим. Благодаря этому мы больше никогда не сможем искать истину. Ни одна наука больше не ищет истину. Давайте, чтобы вы совсем потеряли надежду, даже естественная наука и в том числе математика больше не претендует на истину. Если вы хотите знать, как это так произошло, то я советую вам и смотрите немножко сладкой саморекламы 23 в 9 утра прийти и послушать мою лекцию по поводу феномена social justice в 21 веке. Авангарда политических учений современности. 23 марта где это было? Здесь вот, но я еще не знаю в каком кабинете. А в какое время? 9 утра. С 9 до 12 пришли. Как себя чувствуешь? Хорошо, когда проникнулся на рекламу. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Что ж, тогда давайте на этом остановимся и значит в следующий раз попытаемся дочитать первое рассуждение.